Всех очень рад снова видеть, и для меня это первая конференция здесь, в этом городе, State College, и спасибо за приглашение, и очень радостно разделить с вами именно эту тему, познание Бога. И сегодня, вот это утро до обеда, мы посвящаем теме встреча с Богом. Я всегда люблю приглашать к чтению Божьего Слова, чтобы в знак почтения к Божьему Слову мы встали. Я прочитаю текст из послания Петра, 1 Петра, 1 глава, с 14 стиха, и мы будем размышлять сегодня утром над этим текстом Божьего Слова. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано, «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Аминь. Садитесь, дорогие друзья. Что больше всего Бог желает и увидеть в нашей жизни? Мы прочитали этот текст, и здесь есть прямое повеление Божьего Слова. «Будьте что? Святы». Святость. Бог не желает, чтобы мы в первую очередь были счастливыми, или чтобы мы были сытыми, или чтобы мы были одетыми, или успешными, создавшими хорошую карьеру в жизни. Все это хорошие вещи, но это не самое главное, к чему призывает нас Господь. Бог в первую очередь желает, чтобы каждый из нас в этом зале, мы были святыми. Наша жизнь, она будет самой влиятельной в этом мире именно тогда, когда она будет святой. Наша церковь, церковь, откуда вы приехали, будет самой полезной в городе именно тогда, когда она будет святой. И самое большое чудо, которое Бог совершает в наши дни сегодня, это когда Бог берет несвятого человека из несвятого грешного мира и делает святым, но чудо продолжается, потом Он помещает этого святого человека обратно в этот мир и хранит Божьего человека святым в несвятом мире. Вот это поистине чудо. Я хочу сегодня сказать этим утром вам два постулата Евангелия. Первый постулат Евангелия. Мы с вами лишены святости и подлежим суду. Святость. Святость – это качество Бога, которого внутри, в человеке не может быть. Нет. Да, это качество должно быть в нас, и оно задумано Богом, чтобы мы были святыми, но мы все рождаемся в этот мир с двумя условиями. Во-первых, мы рождаемся в этот мир без одежды, а во-вторых, мы рождаемся в этот мир без святости. Без святости. Без одежды, ну, голым, другими словами, невозможно существовать в этом мире. В этом зале мы все одеты, да? Так вот, без святости жить вообще невозможно человеку. Конечно, вы скажете, но мы же живы, и все люди в этом мире живы, и далеко не святые. Я вам скажу, это ненадолго. Это не продлится вечно. Господь говорит, что придет неизбежный Божий суд и возмездие за грех смерть. Мы настолько порочны, мы настолько испорчены, грешны, что совершенно невозможно представить, как Бог терпит нас всех на этой земле. 17 стих мы сейчас прочитали в послании Петра. Он говорит, вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам. Бог судит честно, нелицеприятно. Если нет святости, друзья мои, нет жизни, нет настоящей жизни без святости. Расплата за грех одна, смерть, и это безнадежно, это тупик для любого человека. Вот поэтому нам важно понимать Евангелие целиком. Второй постулат Евангелия. Святой Христос умер вместо нас, вместо меня. Мы читаем здесь же 18 и 19 стихи. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Христос дал нам путь, как выйти из этого тупика греха. И это стандарт Бога, святость, абсолютная чистота, полная чистота, неспособность ни к какому загрязнению, совершенная, ослепительная, непорочность. И это именно то, каким является наш Бог. Грязь – это не то, что прилипает к Нему. Грязь бежит от Бога. Зло, грехи, пороки – они в ужасе бегут от Бога. Потому что Бог выжигает своим огнем святости всякий грех. Его глаза, Божье Слово говорит, это пламень какой? Огненный, не терпящий никакой нечистоты. Пророк Авакум, Ветхий Завет, там мы читаем, «Чистым очам Господа невозможно смотреть на зло». Христос был чист, Христос был непорочен и умер, чтобы мы тоже стали чистыми. Святость, дорогие мои, это одно из передаваемых качеств Бога. То, что человек может получить от Бога. И самое удивительное, что Бог желает это качество свое передать нам. Он желает. В этом мире все исчезнет, друзья. Все прекратится, все умолкнет. Рано или поздно все материальные вещи, они закончатся, сгорят. Но когда мы вникаем в Иисуса Христа, мы понимаем, все, что связано с Иисусом, это вечно, это бесконечно. А значит, самое ценное, что нужно обрести каждому из нас. Нам нужен Христос, как хлеб, как воздух, как вода. Нам нужен Христос, как жизнь. Чтобы нас сделать святыми, нам нужен Христос. Псалом 98-й мы читаем, превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Что такое святость? Святость – это полное отсутствие греха. Полное, стопроцентное отсутствие зла. Как будто бы два параллельных мира, которые никогда не пересекаются. Вот так, святость Бога никогда, ни при каких обстоятельствах не может соприкасаться с грехом. Никогда. Вот почему единственное качество Бога в этой священной книге, в Библии, повторяется троекратно. Свят, свят, свят Господь Бог. Писание не говорит любящий, 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 или терпеливый, 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 справедливый, справедливый, справедливый. Только это качество. Свят, свят, свят. Его сущность, его определение, его природа заключается в том, что он святой. Святость – это то, что делает Бога Богом. Святость нашего Бога задает загадку вселенского масштаба, которую я хочу сегодня утром задать всем нам. Как может Бог, святой, справедливый, не терпящий греха, быть милостивым и любящим одновременно? Вы когда-нибудь думали об этом? Святой Бог, при этом милостивый Бог. Как это соединяется? В одной личности, в одном Боге. Апостол Павел задавал этот вопрос в послании римлянам, 3 главе, и говорил, как Богу судить мир? Как Бог может быть справедливым при этом? Как Бог может сохранить верность своим же законам, по которым Он обязан судить грешника, и при этом, как Божье Слово говорит, оправдать грешника? Как? Мы прочитаем одно загадочное Божье Слово из Ветхого Завета, книга Исход, 34 глава, с 5 стиха. Послушайте и задумайтесь, что здесь загадочного. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Моисея, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом его, и возгласил. Что? Господь! Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех. Но! Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Вы чувствуете загадку в этом тексте? Бог прощающий, Бог милостивый, долготерпеливый, но при этом никогда не оставляющий виновного без наказания. Никогда! Поверьте Божьему Слову, никогда не оставит виновного без наказания. В этом святость Бога. В этом Его святость. Как, возможно, в этом взаимоисключающем понятии ценность и милость относиться к одному Богу? Давайте посмотрим еще один текст. Псалом 31, первые два стиха. Еще одна загадка. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Что загадочного мы здесь видим снова? Мы видим здесь великий парадокс Евангелия. Бог покрывает грехи. Господь не вменяет преступнику греха. Вообще-то, друзья мои, это практика безбожных судей. Согласитесь, у нас в России такое нередко происходит, когда приходят за каким-то делом к суде, чтобы разрешить вопрос. Ну и достаточно ему заплатить, договориться, позвонить кому следует, связи. И судья сделает решение в пользу того, кто более богат или имеет какие-то влиятельные связи. Это практика безбожных судей. Преступника освободить из зала суда и сказать, ты прощен, иди домой. Вы сталкивались с таким в жизни, когда вы ожидаете справедливого решения, может быть, от тренера в своей школе, может быть, от родителя, может быть, от друзей. А они принимают решение не в пользу вашу, а в пользу преступника. Что вы чувствуете при этом? Где же справедливость? Как ты мог это принять решение? Почему вы не видите всей картины? Почему не заступитесь за того, кто жертва в этом обстоятельстве? Возникает вопрос, Господи, как ты можешь покрывать грехи? Как ты преступника называешь еще при этом блаженным? Вы знаете, в книге притчи, 17 глава, 15 стих написано, «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость пред Господом». Понимаете? Для Бога это мерзость – оправдывать нечестивого. У меня возникает еще больше вопросов. Как же тогда написано в послании римлянам, 3 и 4 главе, «Один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру, и дальше верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, и дальше, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Бог реально оправдывает нечестивого. Вы не находите в этом парадокс, вопрос? Мы не только не отворачиваемся от этого, «Мы восхищаемся, мы благодарны Богу, мы поем гимны хвалы, мы радуемся этой вести, мы проповедуем ее всему миру, но проблема-то ведь остается, согласитесь?» Если Библия сказала, это навеки и поперек всем нашим песням хвалы, Божье Слово говорит, «Оправдывающий нечестивого в мерзость пред Господом Бог святой, Он не оставит виновного без наказания, Бог святой». Поэтому великий вопрос Евангелия, как Бог оправдывает злого, циничного, нечестивого, наглого грешника, «Как?» Идем дальше, читаем пророка Михея, 7 глава, 18 стих, «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать, Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше». Что мы чувствуем, когда читаем эти слова Писания? Я думаю, что все в этом зале чувствуют одно – радость. Радость, надежду, благословение. Но ведь на самом деле, друзья мои, без Христа это пророчество Михея осталось бы бессмысленным, неисполненным, полным абсурда, если бы не было Христа. Ведь на самом деле Бог никогда вот так не сделает, чтобы взять весь грех человека, собрать в один комок, в один мешок, положить на землю и топтать его ногами, как написано у Михея. Бог никогда так не сделает. На самом деле, знаете, что сделает Бог и что Он сделал? Святой Бог возьмет и возложит все наши грехи, грехи всего мира на плечи своего единственного и возлюбленного, чистого, святого Иисуса Христа, и Его судить будет, как самого последнего грешника на земле. Вот что произошло на Голгофе, друзья мои. Единственный способ, при котором Бог может оставаться святым и при этом помиловать грешника, это чтобы произошел выкуп, чтобы был заплачен штраф, или, как мы говорим, согласно Божьему слову, искупление. Иисус удовлетворяет Божью святость тем, что берет весь Божий гнев на себя, вместо того, чтобы излить этот гнев на нас. И теперь давайте новыми глазами прочитаем наше послание Петра, которое мы прочитали в начале, 19 стих. «Драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Непорочного. Скажите, друзья мои, какой самый жестокий грех на земле? Наверное, грех против самой большой заповеди. Какая большая заповедь? Возлюби. Возлюби, Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением. Возлюби, Господа. И вот эта заповедь, она была нарушена всеми нами. Не было такого, чтобы мы каждую секунду нашей жизни любили Господа всем сердцем. Согласитесь, вот прошла прошедшая конференция год назад, и вот сегодня вы собрались снова вместе. За этот год, сколько раз мы проявляли неверность Богу? Сколько раз мы не любили Христа, Бога? Не было на земле за всю историю человечества из всех миллиардов людей такого человека, который хотя бы секунду любил Господа всем сердцем, всем умом, всей крепостью и силой. Ни одного. И даже те фотографии, которые висят в братской комнате, и они не могли каждую секунду любить Бога. Потому что все люди на земле грешны. Но из миллиардов потомков Адама нашелся один Иисус Христос, который пришел на эту землю. И вы знаете, не было ни одной секунды и даже микросекунды, когда бы Христос не любил Бога. Иисус больше всех нас любил Бога. Всем сердцем, разумом, крепостью, силой. Наш Христос, Он поразителем. Он настолько свят, Он настолько непорочен, чист, что нам даже трудно это понять и представить. Он любил Бога. Он так сильно любил Бога, потому что Он сам Сын Божий, Он Бог. И Библия добавляет, Он был искушен во всем, кроме чего? Кроме греха. Он был искушаем, подобно нам, каждому из нас, во всем. И ни разу не поддался искушению. Ни разу. И мы даже не можем себе представить, насколько Он был искушаем превыше любого нашего изнеможения или усталости. Мы уже от первых искушений, может быть, даже сегодня, утром, когда мы просыпались, начинаем чувствовать себя уже слабыми, такими подавленными, раздавленными, взываем за помощь к Богу. «Боже, помоги! Боже, исцели! Дай силы пройти!» А Иисусу, Ему добавляли на плечи этот вес искушений, давления, ненависти, зла, каждую минуту. И Иисус не сломался. Наш Иисус, можно сказать, что Он широкоплечий, Он сильный, Он взял весь этот вес на Себя. Вот что значит, что Он непорочный и чистый агнец. И когда мы читаем послание Петра, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, здесь нам нужно размышлять об Иисусе. В тот момент, когда мы с вами уверовали в Иисуса Христа, что произошло с нами? Стали ли мы такими светлыми, в один миг чистыми людьми, все равно, что с крыльями, ангелами, безгрешными? Это самая, наверное, тяжелая новость для любого из нас, что в тот момент, когда мы уверовали в Иисуса, испытали рождение свыше, мы остались на этой земле с этой греховной природой еще. Но вот, что произошло. В тот момент, когда мы рождаемся свыше, мы возложили наше упование на Иисуса Христа, и мы Христом объявлены законно, юридически, праведными перед Богом. И ко мне сразу же такое вот отношение Бога, как к праведному Сыну Божьему, Иисусу Христу. Да, Бог может нас воспитывать, дисциплинировать, но уже не как судья, но как отец, как любящий отец. И хотя я падаю, как праведник, я встаю, потому что Бог мой отец. Как же тогда Христос стал агнцем, если он непорочный и чистый? И вот здесь слушайте внимательно. Там на Голгофе грехи народа Божьего были вменены Христу. Наши с вами грехи были вменены Иисусу Христу. И там на Голгофе он юридически был признан виновным. В наших с вами преступлениях, в наших грехах он объявлен Богом виновным. И к Нему, представьте, к Нему в тот момент было отношение как к преступнику, не только от людей. Я сейчас не про людей говорю, я говорю про Бога. Вы только представьте, Христу вменились наши преступления, наши грехи. Совершенно святой Бог, когда Он карает грешника, это немыслимый ужас. Мы не можем себе этого даже представить. это ослепительная святость Бога, которая бьет гигантским фонтаном по всякому злу. Вот что испытал Иисус на Голгофе. Совершенный, святой Сын Божий, который всегда находился в совершенном общении с Отцом, понес на себе грехи всех нас. Послание Галатам, 3-я глава, 10-й стих. Мы читаем. Все утверждающееся на делах закона находится под проклятием. В синодальном переводе мы читаем под клятву, буквально означает проклятие. Ибо написано, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. проклят. Это означает осужден. Это значит, на самом деле проклят. Это не просто слова, это ужасная новость для любого грешника, идущего в ад. И вот дальше мы читаем в 13-м стихе. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас, или буквально вместо нас проклятием. Проклятием, ибо написано, проклят всякий, висящий на древе. Христос, подумайте, только он стал вместо нас проклятым на Голгофе, чтобы нас искупить от проклятия. Насколько сильно этот отрывок должен, как кинжалом пронзать наше сердце, сокрушать нас до глубины души. Что же испытывал там Иисус? Проклятие Божие снято с нас и возложено на Христа там, на кресте. Вы помните заповеди блаженства из Евангелия от Матфея, 5 глава? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство и небесное. Давайте прочитаем эти заповеди блаженства вот такими глазами через призму Галатам 3, 13. Как это будет выглядеть? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное, проклятые богатые в своих глазах, ибо они не войдут никогда в Божие Царство. Блаженны те, кто получил Божие утешение, проклятые те, кто получил Божий гнев, блаженны наследуют землю, проклятые будут выброшены вон с земли, блаженны насытятся, проклятые будут вечно голодать и нуждаться, блаженны те, кто помилованы, проклятые же те, кто осужден без всякой жалости и милости, блаженные Бога узрят, проклятые будут изгнаны из Божьего присутствия, блаженные будут сынами Божьими, проклятые будут отвергнуты с позором, скажите, пожалуйста, кто на Голгофе был блаженным, а кто был проклятым? Кто получил все благословения мира, а кто был отвергнут даже от маленькой частички жалости и Божьей милости? Всякий раз, когда мы говорим сами себе, я благословен, или мы благословляем других, или даже эту конференцию, Господи, благослови нас, всякий раз нам нужно вспоминать Галатам 3,13 за каждый миг благословения на земле, который мы испытываем, Христос был проклят вместо нас. Вот почему христиане это самые радостные люди на всей земле и самые сокрушенные, смиренные, трепещущие пред Богом, одновременные счастливые и пораженные в сердце. В книге Второзакония 27 и 28 глава мы читаем очень интересное событие, связанное с благословением и проклятием. Вы помните? Народ Божий был разделен надвое и встал на двух горах. на горе Горизим они должны были благословлять народ, если он будет хранить завет с Господом, а на горе Гивал выкрикивать проклятие тем, кто нарушит завет с Господом. Гора благословения и гора проклятия. Вопрос к вам, друзья мои, к какому лагерю мы по-честному относимся? К какому лагерю тех, кто верен или тех, кто должен быть осужден? У Бога был только один единственный Сын, один верный всему завету, который исполнил весь закон Божий и этот благословенный, возлюбленный, святой, верный Сын Божий встал с горы благословения на место нарушителей закона, на гору нашего проклятия. Он понес на себе нашу с вами вину, как будто это он прожил грешную жизнь и на него упало наше проклятие и осуждение. И там на кресте Иисус Христос сказал очень важную фразу, помните эту молитву Христа «Отче, Отче, для чего ты меня оставил?» Это крик Христа к Богу. И если продолжить логику второзакония 27-28, то через Слово Божие Бог Отец как бы отвечал Христу «Господь Бог твой проклял Тебя». Я коротко прочитаю в тех главах написано «И придут на Тебя все проклятия сии и будут преследовать Тебя и постигнуть Тебя доколе не будешь истреблен. Поразит Тебя Господь сумасшествием, слепотою, оцепенением сердца, и Ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить в потьмах и будут теснить и обижать Тебя всякий день и никто не защитит Тебя». Мы привыкли к ежедневной Божьей благодати, милости и любви ко всем нам. Мы к ней очень быстро привыкаем. Но, друзья мои, нам нужно помнить, что святой Иисус Христос наш старший брат. Наш победитель, наш вождь пришел и встал на наше место грешников, на проклятое место, и взял на свои плечи весь суд Бога. Когда Христос берет на себя наши грехи, то мы все должны знать, Он был там осужден и проклят, как тот, который сделал бы все равно, что литой кумир или идола какого-то, как злословище отца своего или мать, как тот, кто слепого сбивает с пути. Он был там осужден, как тот, кто делает всякий разврат и аморальные, блудные, мерзости. Он там на кресте был осужден, как тот, который воровал, списывал, обманывал, гордился, завидовал, соперничал, сплетничал, который разрушал, а не созидал. Он ни разу этого не сделал, но Он был виновен, Он понес эту вину, нашу вину на себе, чтобы нас спасти, помиловать и благословить. На Него святого упало все это, Он взял мой грех, Он понес на себе все наше проклятие. Давид говорит, что блажен тот человек, которому простятся грехи, а там на кресте Иисусу не было прощено ни одного нашего греха. Он понес и испил всю чашу проклятия Божьего суда. Писание говорит, будьте святы во всех поступках, как свят ваш Бог. Бог знает, друзья мои, Бог знает, что мы с вами не способны к святости. В нашей внутренней греховной природе нет этой тяги к святости. И Бог не просит нас стать богами. Он помнит, что мы прах, и поэтому Он рядом, чтобы каждый день освящать нас. И это возможно только одним путем, через веру во Христа Иисуса. Братья и сестры, святость Бога должна вызывать во всех нас только один ответ покаяние. Покаяние. Бог поставил нас на святой путь, и это путь покаяния. Дух Святой пребывает в нас, но мы не всегда Его слушаемся, согласитесь. Как часто мы сопротивляемся Божьему Слову, как мы относимся к Богу, как будто бы Его нет. и не можем мы быть безгрешными, но покаяться мы можем, друзья мои, покаяться мы должны. Это единственный путь, как мы можем примириться с Богом. Только смиренный, кающийся грешник получает от Господа дар прощения и освящения. Друзья мои, познавайте Христа, изучайте Иисуса, углубляйтесь в Иисуса Христа, погружайтесь в Него все больше и наслаждайтесь им одним. Нам нужно быть не респектабельными в этой жизни, а святыми. А святой человек, друзья мои, запомните, святой человек это самый смиренный, самый добрый и даже самый веселый человек, потому что мы прочитали блаженкому отпущены беззакония. Святой блаженный человек, счастливый, и при этом он сильнее всех, ощущает стыд греха и жажду зависимости от Бога. Наслаждайтесь Иисусом, пусть в нем будет ваша сила. Если эта проповедь обнажает ваше сердце, и вы слушаете сейчас это Евангелие, слышите обличение в проклятии греха, если вы не испытываете настоящих, живых отношений с Богом, если не живете ради Иисуса, ради Евангелия, я вас призываю, обратитесь к Богу с покаянием, бегите, бегите к Богу, немедленно, скорее, прямо сейчас, просите у Иисуса рождения свыше, с этого начинается святая жизнь, без которой никто не может увидеть Господа, просите преображения вашего сердца, чтобы Христова праведность была подарена вам, и чтобы впредь не жить в страхе, не жить в стыде или вине, но быть всегда, навсегда усыновленным Богом. Святой Бог призывает нас, будьте святы. Аминь. Аминь.